Здравствуйте, дорогие друзья! Я обычно стараюсь на глупую критику, даже не критику, а просто глупое тяпканье, не обращать внимания. Но фильм будет посвящен в большей степени... Это вот есть такой товарищ Даня Бодров, который в комментариях к одному из фильмов... Я уже не помню, сейчас отвлекусь, гляну, да. В 2015 году, в августе месяце, была универсальная нимфа, и там я рассматривал ультрафиолетовые материалы. Так вот, что этот деятель написал? Ну вот ты балабол конкретный. Какое насекомое светит на глубине, или даже не на глубине, в ультрафиолете? Было написано раз, было написано два. Я не обращаю, потому что, честно скажу, ну как-то оно меня не очень греет, но пишет и пишет. Если по существу какие-то критические замечания, значит я стараюсь как-то отреагировать. Или у меня руки кривые, или приманка не работает, или еще что-нибудь. Ну, отчасти я так понял, что необходимо уделить внимание определенным моментам, потому что многие вязальщики не понимают и не знают, а может знают, но не хотят сильно напрягаться при изготовлении определенных приманок. Перед вами очередной набор, это не реклама, это набор на Сахалин. Можете себе представить, с Харькова на Сахалин. И здесь я вынужден сделать небольшое отступление, для того, чтобы те, которые первый раз смотрят мои фильмы, имели какое-то представление. Более 10 лет я уже вяжу профессионально, это значит то, на чем я зарабатываю деньги, вот всевозможные приманки. На всех практически континентах знакомы с моими мушками. Они ловят, и я имею все отзывы о своих приманках на протяжении уже 10-12 лет. С большинством рыболовов и вязальщиков, это и Сергей Десвер, и Дима Тудор, Александр Семенихин, Александр Москалев. Ну, много я могу перечислять фамилий, которые, начиная от Сахалина и заканчивая, образно говоря, Калининградом, или же Украина, Америка, Австралия, не имеют значения. То есть, я знаю, что, где, как работать, я это все систематизирую в своих книгах. Я это очень подробно стараюсь объяснить. Не всегда, допустим, в фильме можно как-то показать или рассказать. Провожу видеоконференции, без всякого стеснения по скайпу, пожалуйста, выходим на связь, и я объясняю уже, как, что, где и для чего. Так вот, этот набор на Сахалин Александру Кашубе. Значит, была конкретно поставлена задача для того, чтобы ловить хариуса, ручевую форель. Ну, и попробовать определенные стримера для лососевых других. Учитывая то, что у меня уже имеется ряд хороших отзывов о том, как ведет себя, допустим, хариус, который хорошо, допустим, отзывается на одни приманки, на другие. Ну, вот, друг мой, очень хороший Александр Павлов, который в Иркутске, как большинство заявляет, то, что работает в Иркутске, не работает в Красноярске. И наоборот, то же самое и Александр Маскалев, который пишет, вернее, Маскаленко, вы уж извините, а то я взводного своего вспомнил. Так вот, в большинстве случаев отработана тактика такая, что действительно, на рыб, как я уже писал в одной из книг, а это во второй своей книге «Путь в нахлость», я описывал зрение рыб. Учитывая то, что зрение у рыб отличается кардинально от нашего, да и у рыб основных хищники и условно белая или белая рыба отличается кардинально. Также есть рыбы сумеречные, есть рыбы глубинные, есть рыбы, которые обитают практически, будем говорить так, от 10 и до поверхностной пленки глубины. Поэтому, исходя из этого, у них зрение, у одних большинство трубок, у других, допустим, сеточек, это все влияет на восприятие света. Мы в основном, вот как вы видите, что мы видим? Мы видим картину. Значит, чего мы видим картину? Вот я погашу свет. Что мы видим? Ну вот, камера у меня установлена на работу. При очень плохом освещении мы почти ничего не видим. Поэтому мы видим, так же, как и рыба, мы видим отраженный свет. Изображение состоит из отраженного света. Так вот, ультрафиолет, который вот я сейчас начинаю освещать приманки, дабы вы хорошо видели, как определенные работают. Этот ультрафиолет на этих вот приманках достаточно хорошо все видно, что при освещении ультрафиолетом наши приманочки начинают светиться. Так вот, этот товарищ, который, я честно говоря, не очень обиделся, мне обижаться, в принципе, это нежелательно, потому что это тратя сил и энергии. Даня Бодров написал, я вам озвучил, что он написал. Так вот, что происходит. В зависимости от того, какая приманка, как рыба реагирует на нашу приманку. Есть три вида приманок, которые, допустим, мы как вязальщики мушек или приманок, потому что это уже не мушка, это уже стримера, которые вы видите. Видите. Выполняет основную функцию. Это рыба видит первым делом, что что-то появилось в поле зрения ее. Она еще не реагирует. Запомните, рыба зазря не будет делать никакое движение. Для рыбы любое движение – это потеря энергии. Потеря энергии для нее должна быть оправданная. Поэтому она пока наблюдает. И вот здесь все наши приманки, которые хорошо отражают ультрафиолет, они уже при естественном, при нормальном освещении выглядят более яркими, более насыщенными и более привлекательными. То есть рыба уже издалека видит. Поэтому стоит применять все светоотражающие. Почему я говорю светоотражающие? Потому что вот у меня имеется такая нитка, которая, она вот в ультрафиолете вроде бы никак, но она очень хорошо отражает свет. Ну, это так как на всех этих жилетах, которые у гаишников или же у детей или же, допустим, там в спасательных жилетах, используется специальная нитка, такая приблизительно как антрон треогранная, которая постоянно и очень хорошо отражает свет. Вот у меня имеется антрон. Вот как вы видите, вот он сияет, он блестит. И вот он блестит. А ультрафиолетом вот я свечу. Никак. За счет чего блестит? За счет своего природного изготовления треогранного волокна. Точно так же я в своих изделиях применяю вот ту особенность, которая должна быть. Но в отличие от всех остальных, рыба когда увидела, а у нее уже она соображает, в мозгу записана программа, как там она работает, это уже не важно. Ну а эта программка ей выдает, да, это кормовой объект. Рыба начинает проявлять интерес к нашей приманке. Любой не имеет значения, стример, не стример, нимфа или это же комарик, который мы имитируем. Главное попасть вовремя и дать ей то, что нужно. Поэтому я говорю, заглядывайте под камешки. Понятное дело, что там, где веснянку ни разу не видела рыба, ее предлагать она не отреагирует. Поэтому рыба после того, когда классифицировала вот нашу приманку, что она является съедобной, она начинает подплывать. Проявлять интерес к ней. И вот здесь уже срабатывает второй принцип. Она должна обладать определенным силуэтом. В каком смысле силуэтом? Ну, я уже неоднократно показывал, и вы уже видели бокоплавов, всевозможных, всех приманочек, которые обладают определенным силуэтом, как бы мы его ни положили. Она напоминает, и действительно напоминает, будь то бокоплав, или же вот эта веснянка, с какой стороны на нее не посмотри. Или вот нимфа-генерал, она напоминает этого же ручейника. То есть рыба уже конкретно видит по силуэту, определила, что это та кормовая база, которая подходит. Мы бросили ту приманку, когда эта рыба кушает эту приманку. Это насекомое. И исходя из этого, она уже начинает выполнять бросок. В период броска рыба классифицирует еще по всевозможным мелочам. Стоит или не стоит ее брать, не обманка ли это, не обманулась ли я до последнего мгновения, пока она свою пасть не закроет, рыба сомневается. Поэтому и дальше работают приманки, помимо силуэтных, контурных, работают уже реалистичные. Вот реалистик, как их называют. Исходя из этого, рыба уже начинает рассматривать эти лапки, эти вот, допустим, как здесь лапки, здесь крылышки, здесь вот хвостик. Что-то свое, что она классифицирует, что должно быть в этой приманке. И тогда осуществляется процесс кушания. Рыба взяла в пасть нашу приманку. Все, дальше наша проблема. Так вот, исходя из этого, я каждый раз, вот сколько кто не спрашивал, сколько я не классифицировал и старался вот изготовить вот приманки, которые по минимальному количеству и максимум должны быть уловистыми, не получалось вот как-то вот изготовить 10 приманок и на них спокойно ловить вот 10 лет, образно говоря. Учитывая мои условия рыбалки здесь, Харьков и Пригород, да, мне достаточно 10, 12, 15 приманок, потому что я еду конкретно. Или я буду ловить окуня, или карася, или там красноперку. Поэтому я уже конкретно знаю, что ей нужно. У нас условия не меняются. Что касается сибиряков, или же, допустим, Дальнего, Ближнего Востока, или же, если так, брать там условия, которые Камчатка, не имеет значения где и как. Это разные реки, в устье одно, в центре другое, там третье, даже на протяжении дня тот же Шхариус 10 раз может поменять свое предпочтение. Поэтому вот, исходя из того, как вот я даже здесь вязал эти базеры, это имитация уже вот этого линяющего мотыля, которые всплывают, начиная от дна, и я уже неоднократно говорил, до поверхности, всплывая эта приманка, работает во всей толще воды. Вот они бывают, как черные, коричневые, там, морковного, зеленого цвета, или же, допустим, бывают серого цвета. То есть здесь угадать сложно. Опять же, под каким углом солнце освещает приманку, мы не можем определить, потому что идет преломление солнечных лучей. Но, учитывая то, что у нас она флюоресирующая, то есть она дополнительно обладает привлекающими факторами, рыба очень благоприятно реагирует на эти приманки. Так вот, стоит, не стоит, это уже вопрос десятый применять. Вот у меня, допустим, я не хочу заниматься рекламой, но, как я уже неоднократно показывал, это вот обыкновенный спектродаббинг, хендосовский. Такой же вот точно имеется и ультрафиолетовый. Он практически мало чем отличается от такого же, но на нем, вот, есть буковки через полиэтилен, вот, видно. УВ, ультрафиолет. И, как вы видите, он, ну, почти ничем не отличается, ну, может быть, несколько чуть-чуть более блеклые такие тона. Он хорошо отражает весь ультрафиолет. Это не значит, что он должен хорошо светиться. Это значит, что он отражает определенный спектр волны света. Это значит, что рыба его сразу видит. А зрение у рыбы таково, что у нее больший спектр зрительный восприятия световой волны смещен к ультрафиолету. Поэтому, друзья мои, я, мое однозначное мнение, нужно ультрафиолет применять, весь материал, который обладает этими качествами. Но и в то же время натуральные, реалистичные те цвета, тона должны присутствовать. Потому что зачастую рыба, как бы так сказать, вот даже мои вот имитации вот таких вот приманочек, на некоторых я, допустим, как вот нимфа веснянка, некоторые делают. Или же вот, допустим, опарыш. Я его мог спокойно изготовить, обмотав люрексом. Но я не стал обматывать его люрексом, обмотанное тело только проволокой или железкой. Для того, чтобы выглядело более реалистично. Потому что для рыбы будет немножко настораживающим, если опарыш будет светиться, как новогодняя елка. Поэтому, давайте так. Если у вас имеются какие-то вопросы, я обязательно под каждым видео оставляю почту. Вы пишите мне сразу на почту, потому что я не всегда могу заглянуть на свой канал по рыбалке. Потому что я еще и радиосамоделки делаю. И еще у меня там по электрогитарам, электроусилителям, то есть конкретно для музыки, еще один канал есть. Все возможные вау-педали и прочее, 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 прочее. Поэтому, исходя из этого, если у меня включен один канал, понятное дело, я как пользователь не вижу, что вы пишете мне по-другим. А сидеть полдня, бессмысленно отсылать и отвечать на глупые вопросы, ну нежелательно. Пишите лучше на почту. И когда вы пишете, будьте добры, сразу указывайте, в каком вы регионе проживаете. Мне легче будет тогда, вот как спрашивают, сколько вот это обойдется, вот такой вот набор. Ребят, откровенно скажу, я не являюсь, допустим, не делаю ни прайсов, ничего. Все зависит конкретно от каждого региона. Потому что отправить посылку, вот допустим, мне сейчас отправить такую посылку, она обойдется до 25 долларов с Харькова. Поэтому, ну давайте будем считать эти 25 долларов, даже то, что я беру половину расходов на себя, как-то надо пораскидывать на это количество мушек. Поэтому, исходя из этого, от доллара до полутора, до двух, до двух с половиной, а то и до трех, как говорится, здесь мыши, бычки и все остальное не поместились. Вот те стоят несколько дороже. Поэтому цена определяется тем, что вам нужно. И обычно я всегда при всех заказах спрашиваю, чем вы будете ловить, где вы будете ловить и какую рыбку будете ловить. Исходя из той базы, которая у меня имеется, я уже буду вам предлагать. Поэтому, в принципе-то, наборы, как вы видите, везде стандартные, потому что рыба, хоть у меня в Харькове, вот я буквально недавно, вот в процессе этого фильма, я с Норвегии получил ответ, отправлял набор две недели назад. Вот практически все хорошо работает. Единственное, что Олег немножечко как бы в скобочках обиделся, увидев у меня на канале, в группе в фейсбуке, бокоплава вот этих, говорит, почему ему не положил. Но опять же, ребят, Норвегия, бокоплав обитает только в определенных местах. Поэтому вот предлагать в Норвегию или же в Финляндию бокоплава, но как-то с моей стороны было не очень хорошо. Но раз человек просит, значит будет. Но, как вы видите, вот для Хариуса я изготовил для пробы 5 ОС и, как вы их называете, Шведал, для Форелии и Хариуса. Опять же, меня немножечко волновал вопрос, стоит, не стоит. Я написал своим друзьям, и мой друг, очень уважаемый Александр Павлов с Иркутска, когда я задал вопрос, Саш, стоит, не стоит. Вот я немножко сомневаюсь, потому что отзывов насчет ОС, он ответил, что спокойно Хариус подбирает и шмелей, подбирает и ОС, и пчел, и спокойненько кушает. Поэтому вот для пробы, пожалуйста, я это все подготовил. Вот вроде бы все. Как вы поняли, ультрафиолет нужно применять. И теперь в завершение, я моим друзьям, которые задавали неоднократно вопросы по поводу пера, пятая книга, которая посвящена перу, полностью все описано, что касается каких перьев, куда их ставить. И крючкам закончено. Уже есть часть экземпляров, которые ребята заказывают. Я делаю цифровые книги, потому что типография меня была конкретно, я за полтора года выдыхать не могу, то капиталовложение, которое было туда вложено. Поэтому я мелкими партиями через знакомых, цифровая печать несколько дороже, она более качественная, чем типография, я изготавливаю эти книжки. Так вот, стоял вопрос о пере. Если вот камера сможет передать, как вы видите, вот оно блестит. Вот она перышко. Мы с вами рассматривали. Я показывал это вот с бройлеров, которым нет и года, 8 месяцев этому петушку было. Ну, вынужден я его был рубануть. Вот она перо. Как вы видите, перо годится и очень даже. Поэтому используйте вот то перо. Здесь, что касается перьев, вот смотрите. Я неоднократно показывал вам. Вот. Это перо, которое используется с седла. Это со скальпа. То есть они немножечко отличаются и отличаются конкретно. Это уже тоже седла. То есть видно, какая у них лохматость. Что уже более такие ватные. Нет такой стекловидности. Поэтому, когда вы будете определять для себя, годится, не годится перо. Ну, вот вы взяли его и вы видите, насколько оно хорошее по стекловидности. Поэтому использовать можно абсолютно все. Это вот у меня второе. Это была курочка, у которой тоже хорошее перо, но оно несколько мягче. Но тоже стекловидное и достаточно баджер. Такой хороший оттенок пятнистый дает. Вот. Поэтому все перо можно использовать. Есть у меня определенные такие вот наборы из числа вот таких дорогих перышек, которые используются для сухих мушек. Там имеется в наборе разное. Вот, допустим, я специально оторвал перо. Вот его длина, как вы видите, какая. Это вот его длина, ну, порядка 30 сантиметров, это точно. Это из числа таких дорогих. Его стекловидность и длина бородок одинаковая практически по всей длине. И годятся они для сухих мушек. Вот я изготавливал здесь комариков разных других, вот шведов этих, и применял там это перо. Поэтому в книге пятой я уже все рассказал, описал, какие перья, где, куда и как они годятся. Поэтому вы первым делом смотрите. Вот такая стекловидность годится для одного. Ватная более-менее перышко годится для другого. Мокрых сухих мушек. Это уже можно определяться. И, допустим, как вы видите, вот я не зря вырвал вот такое перышко. В книге я описал, какую часть вот вам досталось перо. И вы вот определяете, какую часть мне использовать или не использовать. А теперь смотрите. Вот я беру его, вот так наклоняю. Вы видите, здесь используется вот пуховая часть. Здесь пошла уже вроде бы ость. От ости идут нормальные бородки пера. Но в то же время имеется лохматость. Вот если бы мне попалось вот такое перышко, я бы, допустим, для себя сделал следующее. Выбрал бы определенную длину бородок. Использовал бы это для сухих мушек. Эту бы часть, где присутствует вот такая лохматость, использовал бы для изготовления мокрых мушек, для ёршиков. А вот эту часть наши друзья-американцы выбрасывали, но сейчас не выбрасывают. Я изготавливаю вот такие вот приманочки, как имитацию линяющего ручейника для куколок. И обозначиваю. Хвостики можно обозначить у нимф. У стримеров можно обозначить хвостики. Точно так же можно изготовить тело для нимф, используя вот такое перо. Оно более дольше служит. Ну, если нет даббинга, то это перо годится. Вроде бы я ответил на все ваши вопросы, друзья. Если будут какие-либо замечания, критические, некритические, главное, чтобы они были важные. И вопросы, пожалуйста, на почту. Благодарю вас за внимание. До скорых встреч.